Первая остановка сразу перед въездом в село Джигинка. Здесь по поручению Юрия Полякова строится современная пожарная часть. Планируется, что уже весной следующего года, до начала пожароопасного сезона, на этом месте появится гараж на две тяжелые машины и вспомогательные помещения. Был сделан выбор именно этого участка, недалеко от переезда, для того, чтобы можно было прикрыть и Джигинку, и ближнележащие населенные пункты реагированием пожарных краевого уровня. По нашим расчетам будет и Суворов, Черкес закрываться, там, где краевой интернат находится, и Юровка, и Разноколы, и Чикон, те населенные пункты, где нормативное время на сегодняшний день не выполняется. Следующая точка – новая детская игровая площадка, установленная возле сельского дома культуры. Она появилась здесь благодаря председателю законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко. Теперь это одно из самых любимых мест детворы. Нормальная площадка, хорошее место, смотреть только за этим местом. Рядом с ней спортивный зал филиала спортшколы «Олимп». За последнее время его привели в порядок, поменяли полы, установили пластиковые окна. Тренировки проходят ежедневно в 10 группах, занимаются 250 детей, работают 4 тренера. Глава дает поручение помочь с косметическим ремонтом и заменой износившегося инвентаря. Сегодня в Джигинке реализуется масштабный социальный проект. К 114 участкам, выделенным многодетным семьям, тянут коммуникации. Сейчас выполняется работа по водоснабжению, параллельно будут вестись работы по устройству сетей электроснабжения. До конца текущего года работы будут выполнены в полном объеме. Финансирование идет из краевого и муниципального бюджетов. Юрий Поляков потребовал от подрядчика проводить все работы с минимальными неудобствами для местных жителей. Мы договаривались так, что вот вы спаяли, положили, сразу засыпали. Потому что, чтобы у людей, у жителей не было проблемы с проездом, с переездом тут, где-то с проходом. Улицы после прокладки коммуникаций будут сразу отсыпаны щебнем. Выделить материал такое поручение получили городские коммунальщики. А следующая рабочая поездка главы Анапы запланирована в Первомайский округ. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.